Все на бровку. Воспитанникам Колпинской колонии посчастливилось побывать на одном из крупнейших и посещаемых стадионов страны – Газпром-арена. Для них была проведена подробная экскурсия по основным и ключевым местам спортивного комплекса. В целом это где-то 200 тренировок в Петербурге, то есть перед матчем все дни тренировочные, после матча есть один или два дня выходных, которые вы дома с семьей можете проводить. А да, в принципе, у вас каждое утро начинается с того, что вы едете на тренировку и большую часть дня проводите на тренировочной базе в Кирюсе на Владимир парк. Увидеть стадион, вмещающий почти 70 тысяч человек, на котором проходят знаковые футбольные и хоккейные матчи, а также концерты, смогли 11 воспитанников учреждения. Мероприятие было организовано благодаря поддержке Общественного совета при УФСИН России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также при непосредственном содействии футбольного клуба «Зенит». Ребята смогли пройти весь путь знаменитых футболистов – от прибытия на стадион, подготовки к матчу до волнительного момента выхода на поле. Их также сопроводили в ВИП-ложи, откуда открывается потрясающий вид, позволяющий наблюдать за игрой, не упустив из виду ни одного голевого момента. Сегодня воспитанников колонии ждал особенный сюрприз. На встречу присутствовал председатель Общественного совета при УФСИН России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Розенбаум, который побеседовал с ребятами, сказав им теплые слова на путь. У вас еще вся жизнь впереди, поэтому оступились разок на будущее. Сделайте выводы. Вы пацаны молодые. Сейчас масса всего хорошего впереди. Было бы желание. Желание. Желание по этой жизни доехать до старости в приличном состоянии, с нормальной жизнью, ходить, смотреть футбол, хоккей, ездить на курорты, заработав честные деньги. Это не просто заработать честные деньги очень, это большие труды. Но того стоит. Да, пацаны? Да. Общественный совет уже много лет осуществляет поддержку и помощь, направленную на ресоциализацию осужденных. Эту работу планируется развивать и в дальнейшем, давая возможность каждому из них обрести себя и новую цель в жизни.